Знаменитую Тверскую художественную школу искусств имени Серова ждет расширение. С нового учебного года она получит новое здание. Среди плюсов то, что оно будет просторным, а кроме того, находится на одной из самых оживленных магистралей областного центра. Подробности у Романа Быкова. Екатерина Парамонова с восторгом разглядывает эти просторные помещения. Ее средний сын 4 года отучился в художественной школе имени Серова. Все было отлично, кроме самого здания. Уж слишком тесно им было в небольшом дореволюционном домике на улице Желябова. Да и родителям своих детей туда было неудобно привозить. В центре отсутствует, ну, как таковая парковка, поэтому рядом 12-я школа, и там особо нет возможности родителей ютяться. То есть вы как маму оценили с точки зрения, что удобно запарковать машину, провезти ребенка? Да, но и ребенок сам доедет. Транспортная доступность тут хорошая. Хорошая транспортная доступность – это проспект Чайковского. Именно здесь, в здании бывшего центрального ЗАГСа, и будет располагаться новый корпус художественной школы. Всем уже давно было понятно, что образовательное учреждение, в котором за год проходит обучение около 2000 детей, нуждается в расширении. Плюс 900 квадратных метров – это увеличение не просто количества детей, которые придут в школу 1 сентября, а увеличение, улучшение самого качества образования. Ведь эти площади дадут возможность и педагогам, и детям расположиться в совершенно комфортных условиях. Средства на ремонт помещений уже имеются и поступают из трех источников – городского бюджета, а также собственных средств школы. Кроме того, по инициативе общественной палаты Твери часть денег пожертвовали меценаты. Работы уже вовсю идут. Какие-то помещения даже успели переделать под учебные классы. Но перестраивать все равно предстоит еще очень много. Самое большое помещение бывшего ЗАГСа ожидает и самая большая трансформация. Вот эти колонны и стены снесут. И таким образом здесь появятся большие, просторные и светлые классы, что очень важно для тех, кто учится на художников. В конце концов, учение свет, обучение художественному ремеслу, оно требует в том числе и хорошего естественного освещения. Понятное дело, что расширение даст возможность набрать и дополнительное количество учеников. По предварительным оценкам, это как минимум еще около 500 детей. Уже есть предварительные расклады, кто будет ходить сюда, а кто останется в старом здании на улице Желябова. Дети младших классов, они будут учиться на Желябова. На Желябова будут учиться дети, которые ходят без муниципального задания. Здесь будут учиться дети, которые у нас получают дополнительное образование по муниципальному заданию. И естественно, в таком случае понадобятся и новые учителя. В общественной палате уверены, что с этим проблем не будет. Ведь в Твери есть не одно учебное заведение, где готовят преподаватели изобразительного искусства, которые будут только рады работать в таких комфортных условиях. Достаточно сказать, что у педагогов в здании на проспекте Чайковского будут не только просторные аудитории, но даже собственная кухня.